Вот и пришла долгожданная весна, скоро начнутся маёвки и люди, конечно, захотят выйти из своих домов на зелёную травку. Но выйти, собственно, за город и некуда, потому что кругом вот такой ужасный ландшафт. И как мы понимаем, что это к нам приезжают не измаильчане, чтобы выбросить сюда мусор. Все мы знаем адреса незаконных свалок. Это, например, улица Соборная в прошлом Ленина в районе конторы передач, где обычно на пустыре выбрасывают строительный мусор. Это дорога дружбы, особенно в районе моста, где уже десятилетиями скапливаются твёрдые бытовые отходы. Чего тут только нет – пластиковые и стеклянные бутылки, ненужная домашняя рухлядь, целлофановые пакеты и так далее и тому подобное. Ещё одно неприглядное место – район бывшего лесничества, где начинается зелёная зона. Справедливости ради надо сказать, что в последнее время мусора здесь стало меньше, но до порядка ещё далеко. Все семь лет мы тут боремся за то, чтобы не выбрасывали, не выкидывали, потому что и бытовые отходы, и ветки. Ну, ветки – то такое дело, где-то спалили, где-то ещё что-то. Мусор, тот же мусор. Ну, заплати 10-20 гривен, и тебя каждую неделю будут увозить. Не все понимают, не все понимают. Ну, боремся, как можем. Жить при таком ландшафте, конечно, неприятно. Можно возмущаться сколько угодно, но надо искать конструктивные решения. Сознание людей менять чуть-чуть. Вроде бы все грамотные, все осознают, что нельзя так, но некоторые живут по старым принципам. Не моё, не жалко. Взял, выкинул. Что им скажешь? Ничего не скажешь. Они разгружали и учли, и всё. Это кто-то надо, чтобы власть, кто-то по дружбе, чтобы прошли, чтобы увидели этот мусор. Что можно сделать, чтобы… Я даже и не знаю. Я даже не знаю. Чем жёстче меры будут приняты к этому, тем, я думаю, до нашего человека только так может дойти, что нельзя. Неужели неприятно, когда выходишь, всё цветёт вокруг, чтобы тут зелёное, красивое было, всё. Мне кажется, штаб тут не поможет уже. А что делать? Ну, просто где-то, грубо говоря, можно было какую-то яму, чтобы город вырыл где-то яму одну, чтобы люди вот так бросали где-то и всё, чтобы потом как-то завернули и всё. Помню, когда был маленький, вот тут, грубо, прямо, грубо, возле нас была большая яма, люди кидали туда, потом закопали её и всё. Да, взять, перерыть. И не просто перерыть, перепахать, а нормальный ров вырыть, для того, чтобы нельзя было туда проехать. Ну, не знаю. И посадить хотя бы по одному, по два ряда этих деревьев. В борьбе с незаконными свалками все методы хороши. Но вряд ли мы получим идеальный результат, если каждый житель города сам не будет плюсти чистоту и беречь зелёные уголки вокруг Рени. В последнее время на территории города стало значительно меньше мусора, чётко налажен его сбор и вывоз. Жилищно-коммунальная служба периодически убирает незаконные свалки, но нередко они возникают снова. Как тут не вспомнить пословицу – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. АПЛОДИСМЕНТЫ КОПЛОДИСМЕНТЫ КОПЛОДИСМЕНТЫ